Министры не оправдали надежды главы государства. Члены правительства не исполнили поручения президента страны на должном уровне. Об этом сказал президент страны Касамжум Артукаев на расширенном заседании. Кабинету министров была дана возможность исправить ошибки. Глава государства дал время чиновникам до весны. По данным правительства, доходы населения выросли на 5,5%. Иначе говоря, у 2,7 млн людей выросла заработная плата. Но вслед за этим поднялись цены на продукты. Мы не успеваем за инфляцией. Для повышения доходов населения все отрасли экономики должны двигаться одновременно. Развитие рынка с честной конкуренцией является важнейшим вопросом. Во всех сферах усилилась монополизация. Без усиления конкуренции можно не думать о стабильной экономике, сказал президент. Конкурентная среда в последние годы ухудшается. Слишком высокий уровень концентрации и монополизации наблюдается практически во всех базовых отраслях. В электроэнергетике, поставке нефтепродуктов, в железнодорожных перевозках. Если ранее мы говорили в основном о чрезмерном присутствии на рынке государственных монополий, то теперь мы имеем дело с частными монополиями. Правительству следует принять конкретные меры по демонополизации. Для казахстанских банков выгодно финансировать не бизнес, а население, обратившееся за займом. По словам президента, за последние годы наблюдается снижение кредитования предпринимателей и, наоборот, увеличение кредитования физических лиц. Известно, что 1 миллиону 200 тысячам казахстанцев была оказана помощь в погашении кредитов за счет государства. Теперь было дано поручение не допускать подобных акций. Кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. Триллион 400 миллиардов тенге и составляет 6,7 триллионов тенге, полная возвратность которых под вопросом. А кредиты юридическим лицам снизились на 590 миллиардов тенге. Касмжумар Токаев напомнил членам правительства о том, что нельзя заниматься расточительством, необходимо думать о будущих поколениях. Помимо денег на нефть, газ и другие ископаемые, деньги каждого актива, вышедшего на приватизацию, должны быть переданы в национальный фонд. При этом он отметил, что создание дополнительных институтов, которые будут альтернативными национальному фонду запрещено. Как известно, еще во время предвыборной платформы глава государства дал правительству несколько конкретных поручений. Увеличение доходов населения, уменьшение безработицы, обеспечение жильем, развитие качественного образования и медицины. Министры не выполнили возложенных задач полностью. Сегодня никто из них не получил выговора. Президент дал время для исправления ситуации. Суэгіз беру жақсы нәтижеге жетудың аса темді жолу имес. Бұл менің нақты устанымын. Соныттан, үкемет мүшелеріне, және актінерге, кемшіліктерді түзетуге мүмкіндік беріп отырмын. Соныттан, бүгінгі жейін барысында берілген тапсырмаларды зор жау кешілікпен орындау қажет. Көктемде, бұл меселеге қайта ұрыламыз. Соныттан, үкемет мүмкіндік беріп отырмында үкімі жау кешіліктердің. Соныттан, үкемет мүмкіндік беріп отырмында үкімі жау кешіліктердің. Кроме того, президент призвал всех акимов быть экономными. На заседании также было предложено объявить долгосрочный мораторий на покупку дорогостоящих автомобилей, ценной мебели и проведение форумов.